И все, привет ребят, с вами Сарваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний игровой видос посвящен Крусейдеру Твинсу с тяжелым плазмометом, у нас выходило уже данное замечательное сочетание, не знаю пока что на момент записи данного видоса зашел вам тот видос, не зашел, но сегодня мы акцентируем в очередной раз внимание на этом сочетании и тестируем его непосредственно в Джиггернауте, как я вам и обещал, говорил, что очень сильно хочу показать вам то, что показывает данное вооружение в этом режиме, отправляемся в Джиггер, надеемся на то, что дропнет какая-нибудь не сверх здоровенная, огроменная карта, какая-нибудь средняя по типу там, я не знаю, того же Фореста или еще чего-нибудь такого небольшого, может какой-то песочек и пробуем дать не только киллы, но и уничтожать непосредственно в Джиггернауте. Надеемся на то, что сейчас с таймингами все будет идеально и я вам сумею показать на что способен данный Крусейдер, это просто нереально жесткая тема и весь прикол в том, что большинство Джиггернаутов даже не понимает мощи этого вооружения, что оно может вот так ворваться. У меня конечно под стиль фражочек, но я бы сейчас в один тайминг просто 10-15 тысяч урона вкинул бы Джиггернауту, это было бы очень-очень безумно большое количество для подобного потраченного мною времени. Накидываем еще Джиггеру, где-то плохо поснимаем, но здесь самое жесткое это ловить именно тайминги, когда у вас есть бустерочек, когда открывается под вас противничек и именно в этот тайминг давать овердрайв по Джиггеру. Это нереальнейшая жесткая тема, которая работает просто как часы, главное это только находить Джиггернаута и там уже начинается дикий развал кабин. Ну и самое главное, ко всему прочему, то, что на это вооружение большинство Джиггернаутов не обращает особого внимания, потому что они не ожидают получить большое количество урона за считанные секунды. Вот сейчас у меня например есть овердрайв, мы делаем вот такую тему, мы залетаем, мы прожимаем и просто, хотел сказать, накидываем, но меня к сожалению уничтожают. Вот я не сумел прожать овер, а вот если бы я бы сейчас успел бы дать его в тайминг и сразу бы докидать еще, ну там Темочка уже залетела, я смотрю в катку, он уже быстро Джиггера чпокнул, но ладно, стараемся. Стараемся давать и свои киллы по Джиггернауту, обычных игроков уничтожать я не вижу особо смысла, поэтому упарываемся только в Джиггера и стараемся дать как можно больше киллов. Так, не совсем приятно, я приоткрылся, меня унесли, но ничего страшного, пробуем сейчас заехать. Было бы неплохо наверное влететь так, чтобы по мне никто урона не нанес. Если на фулл хп залетать и не ваншотаться от Джиггера, то по итогу можно получить хороший результат. Но такой ситуации на данный период времени мне не удается зацепить. Карта, ну наверное не совсем круто подходит для подобного вооружения, еще меня на Джиггере пикает, ладно. Тогда мы просто, я думаю, что сейчас эту каточку постараемся докатать и уже отправиться в бой, в котором... В котором будет жесткий навал, в котором будет жесткий навал на таком вооружении, как Крусейдера Твинс, с тяжелым плазмометиком. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это просто. Пока что конечно вы еще не понимаете, что будет происходить и сколько урона будет вылетать, но такая безумная тема. Ладно, все, не играем на килы, быстро чпокаем Джиггера, быстро чпокаем Джиггера и стараемся лететь в следующую катку. Надеюсь, что меня сейчас не отреспит никто Джиггера, я не понимаю, как он открывается. Он сначала открывается под меня, потом начинает что-то отъезжать назад, не особо шарю, нифига его Тёма придавил. Так, сливаемся, хорошо, будет сейчас тайминг и значит еще слетит Джиггера. Так, где открывается? Открывается где-то или нет? Не вижу. Это сочетание моментами намного жестче того же страйкера. То есть, если страйкеры всегда готовы принимать оппоненты, то это вооружение на средних и маленьких картах, ну просто не контрится. Просто не контрится. Вы думаете, что я сейчас говорю какую-то ерунду? Ну, но это серьезная тема. Это серьезная тема и я до того, как поиграл... До того, как поиграл, да, то есть пока еще не видел сочетание этого. Я думал, что это шляпа какая-то. Думал, что она вообще из себя ничего хорошего не представляет, но... Есть бои, где эта тема просто уничтожает все, что движется. Я, конечно, пока только сумел наговорить, что это имба, но не показать ее. Но надеюсь, что вот сейчас пикнет после этого боя хорошая каточка. И там мы уже покажем эту машину в действии. Так, остался последний килл Джаггера, да, я так понимаю? Здесь же у нас ограничение на семерочку или на десять? На семь или на десять? Здесь ограничение? Я не помню, если честно. Ладно, пробуем сливать Джаггер наута. Он как раз открывается под нас. Сейчас будет хороший тайминг на уничтожение. А, его даже быстрее меня сливает. Не, здесь на десять, я так понял. Хорошо. Ждем Джаггера где-нибудь здесь. Джаггер респится снизу, очень хорошая зона. Открываемся сразу под него. И начинаем надамаживать. Подъещеночки, подъещеночки, работаем, 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 работаем. Хорошо, ноль хп оставалось. Сейчас, Тёмыч подсосал фражочек, но мне не жалко. Мне не жалко для Тёмы. Так, хорошо, даем сразу еще 4000 сверху. Пол хп остается у Джаггера. Очень хорошо. Стараемся сразу его здесь отреспить. Получится, не получится? Получится. Шикарно, подъещеночки просто. Ух, до свидания. Просто до свидания. Вот о чем я вам говорил. Просто три секунды и Джаггер наут летит на рез. Со страйкером вы будете еще сводиться, а с твинцом я уже унесу Джаггер наут на рез. Но для этого нужны хорошие тайминги. И чтобы Джаггер наут находился в вашем поле зрения. И тогда вот даже такой Артемчик на своем Крусейдера страйкере будет где-то там под вами. Не будет даже вас догонять по очкам. Так, хороший тайминг есть. Отличную плюшку накидываю. Чуть-чуть не добиваю. Нет, добиваю. Добиваю. Просто солярочку. 6000 сюда. Просто шестерочку сюда. Красивую Джаггер наута. Вот вам. Вот вам тарелочка. Тарелочка с твинциком. Вот она. Вот она то, что делает жестче просто и непредсказуемый вражеского Джаггер наута, когда вы влетаете на такой тарелке с твинцом. Блин, ладно. Все. Надеемся на хорошую карту. Главное, чтобы хорошая карта была. Опачки. Оса. Ну, не сказать, что крутая, конечно. Меня еще на Джаггере пикает, поэтому мы сразу пушим на плюс В. Пушим сразу на плюс В. Но наша задача немножко другая. Наша задача обстоит немножко другим образом, поэтому Джаггер наут мы в принципе можем сейчас слиться по Бырику. И уже стараться. Ну, у меня, я надеюсь, салют. Я не хочу играть на Джаггер науте. Я хочу показать новую имбу. А не на Джаггере здесь уничтожать. Давайте, молодые. Поднапрягитесь. Поднапрягитесь, молодые. Слейте. Слейте. Джаггер наутика. Работаем. Хорошо. Я уже троих Джаггеров выбил. Ладно, пофиг, ковер прожил. Дам хоть чуть-чуть отрыва, чтобы мы на Верочку 100% выиграли этот бой. Так, ну все. Ну, сейчас точно меня должны слить. Я надеюсь, что... Сейчас не будет такого, что я буду весь бой жить. Да, все, хорошо. Открывается Джаггер. Дает урону. Хорошо. Отрыва дали, конечно. Но... Запомните это количество очков. И сейчас вы увидите, что это количество очков умножится на 2. Очень, очень быстро. Джаггер едет забирать овердрайв. В надежде, что у него будет хороший тайминг на уничтожение. Я ему даю просто овердрайва. И вот, 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 вот так вот, вот так вот, легенько. Легенько просто сюда, сюда, я говорю ему. Я, конечно, его не добиваю. У меня кто-то подсасывает в очередной раз фраг. Но... Три секундочки. Именно столько живет Джаггернаут против данной комбинации. Так, чуть-чуть накидал еще. На будущее ему. Вот, сейчас с респа красиво залететь. Главное, чтобы он сейчас открылся под меня. Не засейвился где-то. В принципе, пока на неплохой позиции находится. Есть возможность накидать. Очень хорошо, есть даже возможность накидать. А, так я чуть-чуть накинул, он уже помер. Я думал, у него там хп много. У него, как оказалось, хп даже маловато. Ладно. Пробуем сразу типов чуть-чуть надамажить, чтобы овердрайв появился с респа. По возможности. А, понял. Я понял, хорошо. Еще разочек. Джаггернаут на респик. Отправляем. Просто Мария. Так. Хорошо, овер есть. Сейчас главное на респ отправиться. И с респа уже давать контенту. 7-2. Ведем за 2,5 минуты. 7-2. Нормально? Отлично. Великолепно. Просто бомбочка. Работаем, ребяточки. Работаем. Нужно сейчас стараться сливать Джаггера. Стараться сливать Джаггера. Есть он в открытой зоне. Как раз под сосулечку мою открывается. Сосуля не залетает по нему. Залетает по ближе стоящему танку. Я просираю в пустую бустер. Но пробуем сразу уничтожить даже без бустака. Без бустака. Ладно, хорошо. Бомбочка. Отправляемся на респ. С нового респа работаем. С нового респа начинаем работать. Джаггера скорее всего сейчас унесут на респ. Да. И сейчас смотрим по респу, что будет у Джаггера. Скорее всего будет правый крайний. Мы как раз через центр... Нет, левый крайний. Через центр сразу быстренько откроемся под него. Там я так смотрю, Васпик уже летит. А, Джаггер не респится. Плохо. Плохо. Ждем респа. Надеемся на то, что его сейчас отреспит. Чуть подождем. О, отреспался. Хорошо. Работает. Начинаем. Сразу красиво. Даже без... Без, я думаю, что... Сосулечки. Сосулечку сейвим на следующего Джаггера. 9-2. Последний Джаггернал. Я думаю, что... Ну, с такими двумя боями мы точно не заканчиваем. Нам нужен еще один бой контрольный. Желательно, чтобы это было... Песочница какая-нибудь. На песочнице, я думаю, что можно было бы такой контент удать. Так, чуть-чуть урона. Хорошо вписываем даже, я бы сказал, урону. Три минутки до конца. И мы сейчас должны уже закончить эту катку. Там у пол хп Джаггера. Я, по идее, с респа должен успевать дотягиваться до него. И сразу вносить ему очень большое количество дэмэджа. И уносить на респ. Открываемся. Открываемся. Два шафта целятся. Джаггер начинает уходить. Ну, тогда мне придется сливать вот этих молодых. Чтоб не отреспиться самому. Одного я думаю, что я объеду. Второго я солью. Ну, что у этого респа так хорошо. Джаггер. Джаггер, Джаггер. Джаггер, иди сюда, братанчик. Братанчик, я урон вообще не наношу. Братанчик, остановись. Стойте, братик. Братик. Братик, постой. Братик, постой. Урона не будет, братик. Ай, блин, от стенки только 3К залетело. Обидно. Но бегает, бегает. Вот когда бегают Джаггеры, тяжеловато. Если он стоит, знаете, как не ждет большого урона. Думает, что, ну, как эффект неожиданности. Знаете, как, а, это что там, Крусейдер какой-то, боже. Что он мне сделает там на Твинсе своем? Кого он хочет слить? А потом ему просто по тысяче начинает залетать в эту башню. Они просто в шортах сидят. Смотрите, смотрите. Опа, открываемся и начинаем. Давай, 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 давай. Контенту, контенту, контенту. Сюда, контенту. Просто он. Ну вот, в такие моменты Джаггер просто не понимает, что происходит с этим. С этим Твинсом по Джаггернауту. Ну, просто до свидания. Опа, и вот он, песочек. Так, ну, я просто на Джаггера, конечно, сразу. Ладно, пробуем сразу слиться. Под пушинг сразу делаем жесткий. И уже потом на Крусейдере начинаем развиваться. Начинаем развиваться. Так, сразу Тайгер, давай сюда, в упор. Хорошо, молодой, давай. Давай, 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 давай. Ну, я не боюсь, можешь респить, братанчик. Мне пофиг. Мне пофиг, братанчик. Я сейчас чисто контенту на Крусейдере тебе дам. Он может уже ожидать первую сосуль, потому что падает на центре овердрайв. Сейчас чел будет в шоке, если попаду сразу. Или не рисковать, лучше на упорчик кидать. На верочку. А, ну он сейчас откроется. Сейчас будет все равно открываться. Сосулю даю. Хорошую. Восьмерочку красивую. Оформляем. Шикарно. И пока даже без помощи Твинса. Вот сейчас Твинс понадобится. Потому что сосульки нету. И сейчас главное открыться слева. Я думаю, широко слева откроюсь. И Джаггер не будет готов к быстрому подпушу и к такому бешеному урону. Да. Закрыто играет. Открываемся. И начинаем. Тысяча, 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 тысяча. Домой. Тысячка. Тысячка. Хорошая. Я залетел. А, шикарная бомбочка. Так, есть еще сразу у меня овердруйвик. Нету, правда, ДДшки. Джаггер респится. Хорошо. Даем ему контенту сразу пятерку в харю. И сразу добавки где-то около 10 тысяч уже накинута. Может быть даже мои тиммейты сейчас его унесут. Рикошет там накидывает. Овердрайва у него точно не будет. По таймингу все плохо у него. Я думаю, что сейчас можно быстренько сблизиться. И постараться сразу отрезать. Да, вот так вот делаем. Хорошо. Контентово сразу пятерочку красивую в секунду мы ему накидываем. То есть, если вам на страйкере надо еще тратить время на сводку, терять тайминг, к вам будет больше готовы. Потому что знают, что это страйкер, который точно уносит очень много количества хп. То к этой теме, ну просто в большинстве своем, джаггернауты на данный период времени вообще просто не готовы. Они не понимают, что им в секунду может влететь настолько большое количество урона. Но когда такая тема залетает, ну это просто до свидания. Если бы я играл бы на джаггере, я бы так же самое в шоке бы сидел бы и не понимал, что происходит. Когда у меня просто каждую секунду летит по тысячонке. Просто по тысячонке. Здесь, конечно, без бустера всего лишь по 500. Но по 500 это тоже жестко. То есть, грубо говоря, джаггер живет 3 секунды. 3 секунды это полноценная жизнь джаггернаута против этого крусейдера. Крусейдера. Не какого-то там страйкера, а именно твинца. Так, работаем. Хорошо, на страйфах обманываю. Джаггер попасть не может. И сейчас мы начинаем давать контенту. По тысяче, по тысяче, по тысяче, по тысяче. Сосуля. Сосуля мимо, конечно, залетает. Но хп у джаггернаута, я думаю, что где-то половишка осталась. Половишка. Сейчас уже челы начинают прям очень жестко закрываться. Скорее всего, уже понимают, что урон больный такой прилетает. Так, и меня здесь респит. Ладно. Нитра была ошибка с респа. Так, у джаггера уже был овердрайв. Тиммейты, по сути. Так, главное, чтобы сейчас этот викинг не прожал овер. Потому что мне кажется, что он может прожать. Ладно, не жмет. Это хорошо. Мамонт здесь. Мамонт какой-то такой, знаете. Он как будто понимает, что происходит с его командой против этого Крусейдера. И он хочет постоянно мне домашки накидать. Так, джаггер закрыто стоит. Мы ему сразу накидываем хорошую, красивую. И все. Так, ну можешь меня отреспить, братанчик, как раз. Как раз у меня ДДшки нету с бустерочком. Можешь отреспить, чтобы я приехал и сразу чпокнул твоего джаггера по-быстрому. Спасибо тебе за то, что помогаешь мне. Так, давай сразу заберем здесь ДАшку. Ай, джага урона накидала неплохо. Так, ну ладно, мы открываемся на просто Марийку. Чуть-чуть накидываем ей. Не сказать, что больно. Главное сейчас поймать тайминг, чтобы еще кто-нибудь, может, даже отвлек джаггернаута. Да, там как раз ее отвлекают. И я сейчас вот так слева откроюсь. Надеюсь, что мне урона здесь не накидают многих. Хорошо, скрылся. И вот здесь вот открываюсь. Открываюсь с твинцом сразу. Хорошо, жестко, плотно. Без овердрайва остается. Я просто не знал, что там овер уже есть. Но налетело там домашки очень не кисло. Даже с расстояния там залетело где-то около пятерки. Где-то около пятерочки. Плюс восемь с сосульки. Главное сейчас то, чтобы ну как-то тайминг поймать более благоприятный для меня. Как еще овердрайва не было у джаггера. Но вы видите, насколько сейчас челы начинают уже закрыто играть. Уже начинают овердрайвы прожимать на меня. Потому что, ну, понимает, кто их респит. Кто джаггера закрывает так жестко и плотно. Ну и песочница, да. То есть песочница, с одной стороны кажется, что это максимально удачная карта для такого сочетания. С другой стороны, джаггер может закрыться. Да, то есть вот видите, под стенкой плотно играет. Если постоянно у вас кто-то упарывается, то довольно тяжело. Довольно тяжело. Но вот такие накидочки. И добавку, добавку, добавку. Ноль хп у джаггера. Ноль хп у джаггера, я это понимаю. Отлично. И наш тиммейт. Ну, шафт, ну, шафт. Респануть надо было. Ну, ты чего, братик? Ну, как ты на шафте хорош? Я уже думал, он на шафте не добьет. Там-то оставалось хп 500, наверное. О, 500, говорю, 5000 где-то оставалось. Не больше. Так, джаггер стоит. Хорошо открывается. Летит много тринцов мимо, к сожалению. С бустерочком это не очень круто. Но вместе, общими усилиями, с шафтом джаггернаута респим. Есть еще один джаггер, который тоже неплохо открывается. Сразу ему сосульку, четверку. И добавки, 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 добавки. Ноль хп у джаггера. Либо тиммейты добивают, либо я сейчас респа быстро тоже даю. Нет, его добивают. И пробуем сразу еще одного джаггера от респить. Есть и центральный респ. Вот, хороший респ как раз. У джаггера сразу пытаемся быстро открыться под него. Открываемся. И застрял. Хорошо. Накидочка пошла. Рабочая. Очень плотно. Очень больно. И хп уже понты. И это при том, что резист. При том, что резист. Вы понимаете, что у него был рез. И при этом даже против реза. В тайминге, когда мне мешал тип, я все равно мог накинуть настолько большое, колоссальное количество урона. Очень крутое сочетание. И теперь на средних и маленьких картах я бы на вашем месте очень сильно задумывался, что использовать. Использовать ли вам страйкер, старый, дефолтный, нагибающий. Или же брать вот эту вот дикую жесткую машину, которая просто очень жестко мне нравится на данный период времени. Поэтому пробуйте, тестируйте. Я думаю, что это новая мета Крусейдеров, которые будут жестко разваливать матчмейкинг. Поддерживайте видео ролик лайком. Подписывайтесь на канал, если вам понравился данный видос. Пишите, что вы думаете по поводу этого сочетания. Нагибает оно. Пробовали и не играли. Если не играли, то обязательно тестируйте. Ну и пишите, какие сочетания вооружения хотели бы видеть дальше в наших игровых видосах. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.